Уважаемый господин Нарышкин, уважаемый господин Денисов, уважаемый господин Джанг Хуэй, уважаемые гости, участники конференции, всем добрый день. В этом году мы отмечаем 75 лет со дня победы антияпонской войны и победы во Второй мировой войне. Мы выбрали формат научной конференции для того, чтобы вместе подвести исторические итоги, подытожить исторический опыт на благо развития наших отношений между нашими странами и на благо строительства сообщества «Единые судьбы человечества». Здесь я хочу от имени Китайской академической наук выразить самые горячие поздравления по поводу открытия этого телемоста и поблагодарить всех участников, всех экспертов с российско-китайской стороны. Позвольте мне представить участников телемоста. Во-первых, это вице-президент КАОН, президент-академик и исторический исследователь Китая господин Гаосян, директор Института современной истории Китая господин Ван Ден Лан, директор Института России, Восточной Европы, Центральной Азии Сун Чжон Чжи, сам директор Института современной истории Дин Ильинь, главный научный сотрудник Института современной истории Гао Ши Хуа, главный научный сотрудник, заведующий отделом российской истории и культуры Института России Лиу Сян Чжун. Здесь у нас с нами участвуют и послы обеих стран. Они на протяжении долгого времени ввели очень важный вклад в развитие отношений между нашими странами, за что мы им благодарны. И сейчас я, как модератор этой конференции, хочу сказать два слова. Прежде всего, победа в антияпонской войне и победа во Второй мировой войне, они определили очень важную расстановку сил во всем мире. 75 лет назад, после длительной упорной борьбы, китайский народ добился победы в антияпонской войне. И это ознаменовало окончание Второй мировой войны и победу над фашизмом. Это была победа света над тьмой, добра над злом, прогресса над отсталостью. Мы не только добились очень важной победы, можно сказать, первой окончательной победы в борьбе с иноземным соржением, но и заложили базу для последующего создания КНР. Все это изменило судьбу всего мира, освободило мир от угрозы порабощения фашизмом. Во Второй мировой войне победа добра, она также помогла, способствовала развитию национально-освободительного движения во многих странах мира. Китайский народ и другие народы мира пронесли огромные потери и их жертвы были не напрасны. Это был вклад в победу над фашизмом. Антияпонская война в Китае получила поддержку со стороны многих народов мира. На последнем этапе войны Советская Красная Армия вошла на северо-восток Китая и ускорила окончательную капитуляцию Японии. Здесь на театре войны в Азии, на театре войны в Европе и Китай, и Россия, и наши страны понесли большие потери, но и внесли свой огромный вклад. Мы в этой борьбе, мы скрепили нашу боевую дружбу кровью. Это наша общая историческая память. После победы в этой войне, союзники в этой борьбе построили, учредили ООН и построили современный международный порядок, нацеленный на мир и развитие. Хотя на протяжении многих лет существовала холодная война между двумя блоками, возникали локальные войны, но в целом этот международный порядок сохранялся. И сохранялся главный лейтмотив – это мир и развитие. В этом и может быть основной итог победы во Второй мировой войне. Победа в Антипонской войне и победа во Второй мировой войне – это наше драгоценное историческое наследие. Сейчас мир вступил в новый цикл развития, новый цикл перестановки сил, переформативные. Для нас стоит множество проблем, включая и экологические проблемы, истощение ресурсов, проблемы безопасности, в том числе и общественного здравоохранения, угроза терроризма и так далее. Особенно в этом году внесапно возникшая пандемия коронавируса, она нарушила нормальную жизнь и нормальное экономическое существование нашей планеты. Здесь, несмотря на многочисленные усилия, пандемия продолжает распространяться. И вслед за ней распространяется и также экономический протекционизм и целый ряд других негативных моментов. Но мы знаем, что страны мира должны сплотиться, должны противостоять совместно этим угрозам. И это все проявилось и в разговорах, в телефонных разговорах между председателем Синьпином и президентом Путином, которые неоднократно подчеркивали необходимость стратегического партнерства между нашими странами. Сотрудничество между нашими странами – это не только укрепляет нашу уверенность в победе над пандемией, но и создало образец новых отношений, сотрудничества для других стран мира. Обе наши страны пережили тяжелые испытания во Второй мировой войне, и мы укрепили нашу волю, наше мужество, наш опыт. Мы воплотили его в новом развитии наших отношений и стратегического партнерства. Мы собираемся вместе, уверенно идти в будущее, чтобы построить еще лучшее будущее для человечества и сообщество единой судьбы человечества. Сегодня мы проводим телемост, посвященный победе, войне сопротивления Японии, победе в мировой антифашистской войне, которая утвердила победу справедливости. Тот, кто забудет прошлое, становится изменником. Нам необходимо подвести итоги, извлечь необходимый опыт из прошлого. Не забывая прошлое, мы сможем уверенно идти в будущее. Наши страны, ближайшие соседи, мы собираемся плечом к плечу идти вместе и совместно защищать плоды победы в войне сопротивления Японии и в мировой антифашистской войне. Я желаю успеха нашему телемосту. Спасибо большое. А сейчас передаю слово Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Спасибо, уважаемый товарищ Сейфуджань, за добрые слова приветствия. Я также хотел бы искренне поблагодарить вас за интересное выступление, содержащие принципиальные тезисы и оценки взаимодействия сотрудничества и союзничества наших двух стран и народов в годы Второй мировой войны, в 20 веке, и сотрудничество и стратегическое партнерство между нашими странами на современном этапе, в том числе и в части, касающейся совместной работы, совместной борьбы против новой угрозы ликвидации пандемии коронавируса. Со своей стороны, также приветствую участников российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны. Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших дорогих китайских коллег из Академии общественных наук Китая, взявших на себя подготовку этой встречи. Полагаю, что в период сохраняющихся ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, потребность в диалоге между историками двух наших стран не ослабевает. Тем более, что этот год особенно богат на значимые исторические юбилеи, объединяющие народы Китая и России. Хотел бы представить участников сегодняшнего мероприятия с российской стороны. Андрей Денисов, чрезвычайный полномочный посол России в Китайской Народной Республике. Николай Макаров, вице-президент Российской Академии Наук, директор Института археологии Российской Академии Наук, член Президиума Российского Исторического Общества. Юрий Петров, директор Института Российской Академии Наук, член Президиума Российского Исторического Общества. Константин Могилевский, председатель правления Российского Исторического Общества, исполнительный директор Фонда История Отечества. И Сергей Шахрай, первый проректор Совместного Университета Московский Государственный Университет, Пекинский Политехнический Институт в Шэньчжэне, член Президиума Российского Исторического Общества. Уважаемые коллеги и друзья, 75 лет назад, 2 сентября 1945 года, на борту линкора в Миссури представители стран антигитлеровской коалиции приняли безоговорочную капитуляцию в милитаристской Японии и таким образом завершилась Вторая мировая война. Указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября отмечался в Советском Союзе как праздник Победы над Японией. Знаю, что сегодня традиция празднования Дня Победы над милитаристой Японией сохраняется в Китайской Народной Республике на официальном уровне. В свою очередь у нас в России 3 сентября является памятной датой, днем окончания Второй мировой войны. Окончательный разгром агрессора в Азиатско-Тихоокеанском регионе был приближен к Победе антигитлеровской коалиции в Европе. Решающий вклад в эту Победу внес Советский Союз. Несмотря на колоссальные потери в войне с Германией, Москва строго следовала своим союзничным обязательствам. В течение лета 1945 года на востоке страны были сформированы три новых фронта под командованием маршала Василевского. И 9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с Японией. Успех наступательной операции в Маньчжурии позволил прорвать оборону противника. Огромная, миллионная Квантунская армия капитулировала всего за 10 дней. Красная армия вместе с нашими китайскими братьями освободила территории северо-восточного Китая и северную часть Корейского полоска. Историки единолушны во мнении, что своевременная помощь советских вооруженных сил позволила приблизить победу в освободительной антияпонской войне китайского народа и существенно уменьшить потери среди союзников и мирного населения. Сегодня на территории Китайской Народной Республики покоится прах почти 15 тысяч советских бойцов и командиров. В России высоко ценят заботу китайского народа о наших общих памятниках и воинских захоронениях. Хотел бы, пользуясь случаем, выразить нашим китайским друзьям, коллегам свою искреннюю признательность. В послевоенный период руководство Советского Союза оказало серьезную помощь в восстановлении китайской промышленности. Началась реализация совместных инфраструктурных проектов. Две наши страны выработали стратегию продвижения общих интересов на международных площадках. 14 февраля 1950 года между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом был заключен договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Заложенные в нем принципы взаимного уложения и доверия остаются фундаментом российско-китайского сотрудничества и по сей день, когда наши отношения приобрели характер глубокого стратегического партнерства. Уважаемые коллеги, победоносное окончание Второй мировой войны было омрачено трагедией в Хиросиме и Нагасовке. События 6 и 9 августа 1945 года стали первыми и более того, единственными до сих пор случаями применения атомного оружия против мирного населения. Удары американских военно-воздушных сил практически стерли с лица земли два города, унеся жизни более чем 200 тысяч человек. В августе этого года на площадке Российского исторического общества состоялась международная конференция, где звучали оценки экспертов, характеризующие атомную бомбардировку Хиросима и Нагасаки американскими военными как военное преступление. Не секрет, что американская демонстрация военной мощи Хиросимы и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза. В ответ советская наука и внешняя разведка приняли этот вызов и вскоре Советский Союз уже располагал собственным оружием подобного типа, что исключало возможность безнаказанной агрессии из-за океана. Китайские специалисты были ознакомлены с нашими ядерными разработками, что подразумевало высочающую степень доверия между нашими странами и народом. Уважаемые коллеги, друзья, стремление восстановить законность, разделяемая всеми странами победительницей, воплотилось в уставах Нюрнбергского и Токийского трибуналов. Значение этих процессов не исчерпывается демонстрацией человекоменавистнической сути нацистских режимов. Они сыграли важнейшую роль в утверждении новых принципов международного права, твердо осудили саму идею расового превосходства. Извлекая уроки истории, Китай и Россия выступают с позицией незыблемости приговоров вынесенных Нюрнбергским и Токийским трибуналам. Убежден, что любые попытки их пересмотра должны строго пресекаться международным сообществам. В последние годы и в России и в Китае было проведено немало крупных исследований, посвященных Второй мировой войне. Поэтому сегодня мы с большим интересом послушаем оценки наших китайских коллег обменяемся мнениями по наиболее значимым вопросам сохранения исторической памяти. Благодарю за внимание и передаю вам слово уважаемый товарищ Большое спасибо уважаемый господин Нарышкин. А сейчас я передаю слово чрезвычайному полномочному послу КНР ВРФ господину Джан Ханьхуе. Уважаемый господин Несефу Джан, господин Нарышкин, дорогие друзья, я очень рад участвовать в сегодняшней конференции посвященной окончанию Второй мировой войны победы над фашином. 75 лет назад эта Великая Победа имеет колоссальное значение для истории Китая, России и истории всего человечества. Прежде всего она закончила период страшной войны, охватившей практически все континенты нашей планеты, в которой участвовало больше двух миллиардов человек и более ста миллионов погибло в трагедии повториться. Это была война за справедливость, за мир и память о победе это будет самым лучшим памятью для тех, кто погиб в этой страшной войне. Победа в этой войне заложила базу для послевоенного переустройства мира. Был основан ООН, который в течение 75 лет сыграл очень важную роль в развитии нашей планеты. Народы Китая и тогда еще Советского Союза поддерживали друг друга, воевали плечом друг к другу, защищая суверенитет и достоинство своих стран, защищая мир и справедливость во всем мире. На этой базе была построена наша великая дружба. Множество наших китайских граждан также участвовали в Великой Отечественной войне и проливали свою кровь на полях сражений. Советский Союз был единственной страной, который тогда помог военным снаряжениям. Было поставлено более тысячи самолетов, артиллерии, большое количество боеприпасов и горючего. Более пяти тысяч военных специалистов и советников участвовали, помогали подготавливать наши военные силы. Часть из них непосредственно участвовала в военных действиях. На последнем этапе войны Красная Армия участвовала в разгроме милитаристской Японии, Квантунской Армии. Китайские правительства помнят тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, поэтому там, в тех местах, где воевали, где погибли советские воины, сооружено более 70 памятников. Каждый год многие китайцы и также потомки погибших приезжают сюда, чтобы отдать им дань памяти. Это говорит о том, что наши народы помнят историю, они помнят традиции нашей дружбы. Китай был главным театром военно-действия в Азии, а территория России была главным театром военно-действия в Европе. Обе наши страны понесли колоссальные потери и внесли незабываемый вклад в победу над фашизмом. Именно вот эта боевая дружба, она привела нас к общей победе и заложила базу нашей общей исторической памяти. Но, к сожалению, некоторые страны, некоторые политиканы, исходя из своих корыстных соображений, они пытаются зачеркнуть роль, исторический вклад Советского Союза и Китая во Второй мировой войне. Здесь сказываются идеологические предубеждения, менталитет холодной войны. Они не уважают факты исторические и не думают о мире и развитии. Это все может только привести к новому хаосу в мире, толкнуть его в сторону болота войны. Несомненно, все эти попытки, они встретят сопротивление со стороны всех справедливых сил мира. Сейчас мы переживаем крупнейшие, эпоху крупнейших изменений в мире. Обе наши страны, являясь членами Совбеза ООН, твердо стоят на стороне мира и безопасности, ощущают всю тяжесть той миссии, которая лежит на наших плечах. Прежде всего, мы должны помнить и передавать дальше традиции, исторические традиции, воспитывать наше молодое поколение, чтобы оно помнило об истории и не позволяло снова истории повториться. Мы должны создавать правильный подход к истории Второй мировой войны, пресекать любые попытки ревизовать эту историю. В рамках ООН, ШОС и других международных организаций мы собираемся провести целый ряд мероприятий, посвященных победе Второй мировой войны. В-третьих, мы должны твердо отстаивать роль и статус ООН и традиции мультилатерализма. Это потребность нашей современности. И также потребность в том, чтобы защитить итоги Второй мировой войны, защитить безопасность наших стран. Мы стоим за мультилатерализм, за строительство мира во всем мире. Собираемся вносить свой вклад в строительство и развитие мира и в защиту мирового правопорядка. Спасибо всем. Уважаемый господин Чан Хань Куэй за ваше интересное выступление и хотел бы пользуясь случаем искренне поблагодарить вас за вашу чрезвычайно полезную и разнообразную деятельность на таком высоком посту чрезвычайно полномочного посла Китайской Народной Республики в России за вашу активную работу по расширению и углублению партнерства между двумя нашими странами и народом. Благодарю вас. А сейчас с удовольствием передаю слово чрезвычайному и полномочному послу России Китая Андрея Денисова. Андрей Иванович, прошу вас, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый президент Китайской Академии Общественных Наук господин Се Фуджань, дорогие друзья, уважаемый коллега, посол Джан Ханьхой, приветствую всех вас из Пекина. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство и всех коллег из Китайской Академии Общественных Наук за организацию сегодняшнего мероприятия. Наш видеомост проходит в канун 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Она стала глобальной катастрофой, равной которой не знала история. Для России, для нашего народа главное место занимает Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 27 миллионов погибших, 4 года сражений, труда и тяжелейших страданий. Для Китая, для китайского народа, это была прежде всего война против японских агрессоров, как здесь говорят, Канжи, Тюко, война за война сопротивления Японии и за спасение Родины. 8 лет упорного сопротивления, 35 миллионов жизней, беспрецедентная в мировой истории плата за свободу и за возрождение нации. Поэтому в наших странах особенно бережно чтут память той войны, не приемлют любые попытки искажения исторической правды. Для России и Китая очень важна объективная позиция наших стран в вопросах истории Второй мировой войны. Ответом на искажение и домыслы наших общих недоброжелателей может быть только историческая правда. В посольстве готовится издание мемориального альбома, посвященного военному сотрудничеству СССР и Китая в совместной борьбе с японскими агрессорами. Благодаря содействию Министерства обороны России получены уникальные архивные материалы, которые будут представлены в книге. При создании текстов также использовались мемуары советских военачальников, материалы военно-исторических исследований, фотографии из наших из российских военных архивов и совсем уж уникальный иллюстративный материал картины и графика фронтовых художников, ветеранов войны на Дальнем Востоке. В Китайской Народной Республике чтут память советских воинов, сражавшихся плечом к плечу с китайскими бойцами против японских агрессоров в конце 30-х годов, память солдат и офицеров Красной Армии, освободивших северо-восток Китая в 1945 году. Здесь ежегодно проводятся торжественные траурные церемонии, посвященные памяти советских воинов. Так, недавно, в честь 75-летия начала Манчжурской стратегической наступательной операции, такие мероприятия были проведены силами посольства наших генеральных консульств в Шиньяне и в Харбине. В них участвовали дипломаты и военные атташе Монголии, страны СНГ, представители Шанхайской организации сотрудничества, а также представители местных органов власти, ряда провинций и городов Китая. Мы благодарны всем, кто в эти дни пришел почтить память наших общих героев. На территории Китая находятся 83 российских военно-мемориальных объекта. Это памятники, воинские кладбища, братские и индивидуальные могилы. Одним из важнейших направлений деятельности нашего посольства является работа, связанная с организацией и проведением ремонтных работ, мероприятий по благоустройству советских воинских захоронений. К сожалению, по причине эпидемии нам не удалось провести ремонтно-восстановительные работы на 12 объектах в автономном районе внутренней Монголии, это на севере Китая. Надеемся, что все намеченные работы будут согласованы и осуществлены после того, как ситуация стабилизируется. Каждый год по материалам российских архивов устанавливаются сотни имен советских воинов, погибших и захороненных на территории Китая. Так, к началу сентября этого года дополнительно установлено подтверждено более 700 персональных данных бойцов и командиров Красной Армии, погибших в августе 45-го года во время освобождения северо-востока Китая от японских агрессоров. А всего же за ряд последних лет установлено и подтверждено 1823 имени советских воинов, захороненных на территории современного Китая. Наша задача достойна увековечить имена погибших. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, отношение к военной истории своей родины, своей страны, во всем ее трагизме и во всем ее величии это своеобразный индикатор свой-чужой. Оно серьезно влияет в наши дни на политические тренды международной политики. Памяты советских воинов, сражавшихся с агрессорами и милитаристами за свою родину, а также за свободу китайского народа и память о китайских бойцах-героях соединяет прошлое и будущее и делает нас сильнее. Спасибо за внимание. Спасибо. Большое спасибо, господин Денисов. А сейчас я передаю слово вице-президенту КАОН, директору Института Истории Гаосяну. Уважаемый господин Дани Нарышкин, дорогие коллеги, эксперты, я очень рад вашему участию в конференции, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны. Как раз сейчас в сентябре месяце у нас приходится пик коммеморативных мероприятий. Именно не так давно в мае мы отмечали окончание антифашистской войны в Европе. И мы вместе с российскими коллегами провели в формате онлайн конференцию, посвященную победе в Великой Отечественной войне. 15 августа Япония подписала акт безговорочной капитуляции. И сейчас мы собрались здесь, чтобы отметить победу в антияпонской войне и мировой победе над фашизмом. Оба эти конференции имеют важное значение. Северо-восток Китая события там стали предвозвестником начала Второй мировой войны. И там же закончилась эта мировая война. 18 сентября 1931 года Квантунская армия совершила провокацию обстреляв позиции китайских войск на северо-востоке Китая. И китайское правительство обратилось с призывом к поддержке Красным странам мира и обратилось также в Лигу нации для того, чтобы остановить развитие войны на самом раннем этапе. Но в тот момент и Великобритания и Соединенные Штаты они рассчитывали на авось и не сделали никаких значительных шагов в этом плане. И только Китай и Советский Союз предприняли активные действия, восстановили дипломатические отношения, и это способствовало дальнейшему сотрудничеству наших двух стран. Лига наций послала свою инспекционную группу, которая хотя и не признала действия японцев, но в то же время и не предприняла никаких санкционных действий. И это еще больше раззадорило японских милитаристов, которые также в Шанхае устроили провокацию, а затем протянули свои лапы и на весь север Китая. И в этот момент Китай и Советские Союз восстановили, восстановившие дипотношения, подписали договор о ненападении. Это событие на мосту Лугау-Чяо заставили все страны пересмотреть свои отношения к Японии. И Советский Союз также понял, что помощь Китаю это будет способствовать укреплению собственной безопасности. Советский Союз предоставил огромный кредит 250 миллионов долларов Китаю, в счет которого в Китае подавлялись оружие и боеприпасы. Кроме этого, была оказана очень мощная военно-воздушная поддержка слабому тогда военно-воздушном плане Китаю. В феврале 1939 года японцы заняли остров Хайнань. Гомендановское правительство обратилось также к Великобритании, к Франции в расчете на создание союзнических отношений. Но Америка отказалась вообще помогать Китаю, а Франция и Великобритания не дали окончательного ответа. Япония продолжала расширять и Германия продолжали расширять свои захватнические действия. Япония начала войну на Тихом океане с нападения на Пирл-Харбор. И в этот период они только страны создали союзнические отношения и в это время военные действия сопротивления Китая они позволили сдержать расширение агрессивной войны и Китай стала одним из важных подписантов послевоенных. Но как бы казалось, что Лига нации она была очень слаба. Она не смогла создать никакого противовеса агрессивным действием фашизма и милитаризма. Нужно сказать, что Китай внес очень важный вклад в мировую борьбу с фашизмом и поэтому он заслуженно стал после войны членом Совбеза ООН. Великая Отечественная война и война сопротивления Японии были важными составляющими мировой войны с фашизмом. Россия и другие братские народы, населяющие Советский Союз, с ценой огромных жертв защитили свою родину и воодушевили другие страны мира на борьбу с фашизмом. Они разгромили полностью германский фашизм и сделали важный вклад в создание послевоенной мировой системы, стержнем которой является ООН. Война сопротивления Китая была важным театром военных действий на Востоке. Эта война была самой длинной по своей продолжительности. здесь сыграла незаменимую роль в победе над японским милитаризмом, над фашизмом. Она дала пример того, как отсталая полуколониальная страна может разбить сильную империалистическую державу и воодушевила другие страны колоний, полуколоний на борьбу за свою национальную независимость и освобождение. Наша тема нашей конференции это история, мир и будущее. Все это мир и будущее это совместное желание всех стран мира. Мир, послевоенный мир дался ценой общих усилий народов всех стран. Но сейчас мы стоим перед новыми вызовами. являясь членами Совбеза ООН Китая и Россия должны усиливать сотрудничество на благо мира и развития. Желаю успеха нашей конференции. Спасибо. Благодарю вас уважаемый господин Гао Сиан за очень интересное глубокое содержательное выступление и хотел бы передать слово для выступления Николаю Макарову вице-президента Российской Академии наук. Пожалуйста. Уважаемый товарищ Техот Жан уважаемый Сергей Евгеньевич уважаемые участники круглого стола позвольте приветствовать вас от Российской Академии Наук. Вторая мировая война завершилась на Востоке завершилась разгромом миллионной Квантунской армии завершилась стремительными действиями Красной Армии на Восточном театре. Вступая в войну на Дальнем Востоке Советский Союз был уверен своему долгу освобождения Северной Азии от японской агрессии был уверен своим союзническим обязательствам исходила с необходимостью освобождения Китая хотя как теперь известно советскому руководству предлагались и иные решения. Ход и характер войны на Дальнем Востоке в августе 1945 года существенно отличался от предшествующих военных операций в Восточной Европе и в Германии. Красная армия целиком владела инициативой военные действия заняли всего две недели победа досталась ценой меньших потерь хотя как мы знаем многие солдаты остались лежать в китайской земле. Успех маньчжурской операции был обеспечен не только изменившимся в 1945 году балансом военных сил на Дальнем Востоке не только военно-техническим превосходством Красной Армии но и значительной степени боевым опытом который был получен на Западном фронте высоким боевым духом Красной Армии после падения Берлина и подписания капитуляции Третьего Рейха. Однако оценивая военные успехи августа 1945 мы осознаем что они были подготовлены многолетней тяжелой борьбой с японской агрессией на восточных рубежах Советского Союза борьбой которая началась с военных столкновений на озере Хасан и на Халкинголи и конечно героической борьбой китайского народа которая была оплачена как мы знаем огромными жертвами. Сопротивление китайского народа и упорная борьба справедливо рассматриваются как один из факторов который удержал Японию от вторжения на советский Дальний Восток в 1941-1942 годах и таким образом события которые происходили на Западе и Востоке Евразии в те годы взаимосвязок. Уважаемые коллеги мы все осознаем что празднование 75-летия Победы и завершение Второй мировой войны в силу известных ограничений вызванных грозой пандемии в этом году проходит не совсем так как это начально предполагалось. За время прошедшее со времени нашей предыдущей встречи состоялись важнейшие торжественные церемонии и мероприятия посвященные 70-летию Победы. Состоялся парад Победы. 20 июня состоялось открытие Ржавского мемориала советскому солдату церемонии открытого которого принял участие президент России. Противостояние под Ржавом продолжавшееся более года один из самых тяжелых и пролитных моментов Великой Отечественной войны о котором как сказал президент еще недавно официальной истории и принято было много говорить. Действительно это очень тяжелый момент очень тяжелые события военной истории и создание эти монументы было очень позитивно воспринято всем российским обществом. Все кому дорогая история создаются в памяти бойцах могилших под Ржавом должна быть до Виховечья. Однако многие торжественные мероприятия большие научные форумы были отменены или ушли в онлайн многое оказалось перенесено виртуальное пространство. Это не значит что общественное внимание к истории войны и общий объем исследовательской работы связанной с юбилеем победы снизились. Скорее они приобрели иные формы и подтолкнули более глубоким размышлением о том как мы должны исследовать историю войны и сохранить память. Великатичная война центральное историческое событие 20 века. И долгое время нам казалось по крайней мере моему поколению что оно совсем недавнее событие. Участники его находятся рядом с ними и мы еще долго будут делиться с нами своими воспоминаниями. Казалось что в нашем распоряжении бесконечное количество устных и письменных свидетельств рассказов семейных историй дающих полноту видней военной истории. Сегодня мы создаем что 75 лет прошедшие со временем окончания Великой Этической войны большое историческое расстояние что война требует изучения по всем правилам исторической науки требует тщательного изучения архивных источников формирования возможно более полного массива документальных свидетельств. В нашей прошлой встрече мы уже говорили о том что президентам России дано поручение о создании центра хранения архивной документации войны самого полного комплекса документов по Второй мировой войне доступного для всех граждан России и других стран. Последние пятилетия стало временем издания огромного количества документов по войне документов самого разного характера от документов ставки документов государственного комитета обороны до солдатских писем. Многие документы впервые уже секречены Министерством обороны и особенно активно отработали власти последние круги. Одно из самых обширных подборок документов размещено на сайте Российского исторического общества. Документальные издания печатные электронные вызывают огромный интерес в том числе у людей не принадлежащих к кругу профессиональных историй. Современно образованный человек умеет читать документы хочет сам проверить достоверность рассказов которые предлагают историки почувствовать атмосферу военного времени хочет сам во всем разобраться. Но профессиональные историки знают что одной публикации недостаточно массивы документов огромны и существуют риски избирательного подбора документов существуют риски специальных иллюстрации тех или иных тезисов и документами тех или иных тезисов которые не всегда корректны которые отражают мнения отдельных исследователей. Поэтому выяснение истинной картины военного прошлого ответ на неясные спорные моменты в истории требует сейсмотизации огромного количества данных сложных процедур сравнительного изучения. И в этой связи огромное значение приобретает создание современных информационных систем которые интегрируют большие массивы данных обеспечивают с одной стороны создание цифровых копий документов с другой стороны современную навигацию поиск и анализ данных. Создание таких информационных систем не новость они продуктивно используются в различных научных учреждениях исторического профиля но для изучения второй мировой войны потребность в них ощущается сильнее чем где-либо поскольку историку приходится иметь дело с огромными объемами информации с массовыми источниками и новое качество исторических выводов может быть достигнуто в основном за счет более широкого привлечения материала в России уже много сделано в этом направлении пример дает Министерство обороны инициировавшее создание информационного портала память народа на этом сайте который наверное всем многим знаком информации о личном составе воинских частей и участие воинских частей в боевых операциях о воинских захоронениях очень разнообразная информация о разных составляющих военной истории сайт дает возможность поиска данных о людях об участниках войны цифровые технологии сегодня играют все большую роль не только в исследовательской аналитике но и в сохранении исторической памяти я думаю что следующее десятилетие станет временем работы с большими данными временем перевода изучения войны на цифровую платформу и создание и совершенствование информационных систем эта область будет весьма перспективна для российского и тайского научного сотрудничества уважаемые коллеги мы все сознаем что победа во второй мировой войне обеспечена многие десятилетия мирной жизни мирного развития Европы и Азии мы все сознаем что память о победе настроение победного 45-го года источник сил для преодоления современных вызовов которые стоят перед нашими двумя странами и которые мы будем преодолевать вместе уважаемые китайские коллеги позвольте от имени российской академии поздравить вас с 75-летием окончания второй мировой войны пожелать больших успехов китайским историкам в изучении второй мировой войны и других больших тем мировой истории спасибо большое спасибо господину Макарову сейчас мы выслушали уже 6 докладов выступления нашей конференции в которых прозвучала высокая оценка того вклада который внесли наши обе стороны в победу во второй форме мировой и мы смотрим вперед передаем наше общее желание совместно строить мирное будущее и работать на благо развития человечества и сейчас мы должны извлечь уроки из нашей истории и сделать все что можно для развития наших отношений для развития всем мира сейчас мы объявляем небольшой перерыв на 10 минут а затем переходим к дальнейшим выступлениям экспертов уважаемый господин Сепуджань прежде тем выйти на перерыв я еще раз хотел бы поблагодарить вас лично за ваши усилия по организации и поведению круглого стола и всех конечно наших китайских друзей и коллег мне представляется что за такое короткое время мы проводим уже второй круглый стол по очень интересной такой актуальной тематике истории второй мировой войны это очень позитивный опыт тем более что современные средства телекоммуникации помогают нам провести проводить такие круглые столы без каких-либо существенных финансовых затрат и мне кажется такой опыт нужно и продолжить использовать и в будущем тем более что в наших как говорится портфелях много тем которые было бы интересно совместно обсудить ну к примеру о чем мы сегодня уже говорили уроки Неренбергского и Токийского международных трибуналов как самостоятельная тема или положим история атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и усилия Советского Союза и Китайской Народной Республики по созданию собственного атомного оружия что собственно и предотвратила агрессию и сохранила собственно мир на планете и таких тем можно сформулировать достаточно много и мне повторяю представляется очень интересным и целесообразно вот в таком режиме практику наших круглых столов продолжить еще раз спасибо большое после перерыва полномочия ведущего круглого стола с российской стороны я передаю Николаю Макаровичу спасибо Дорогие эксперты добрый день я благодарю всех за участие в нашем телемосте сейчас мы приступаем ко второй сессии выступления ученых и первое слово директор института современной истории КАОН Ван Цзян Лану уважаемый господин Каосян господин Макаров дорогие друзья коллеги я очень рад снова встретиться с вами хотя бы в режиме онлайн в мае этого года мы вместе отметили победу в Великой Отечественной войне а сейчас отмечаем победу в войне сопротивления Японии это второй раз в этом году мы проводим конференции на близкую тему близкие темы это еще раз говорит о том что у наших обеих стран существуют общие фокусы внимания и сегодня я хочу поговорить о на тему о сотрудничестве китайско-советском сотрудничестве во время Второй мировой войны как базе победы над фашизмом мы знаем что участвовали в войне такие страны как Китай СССР Великобритания и США как ведущие силы и здесь особой роли принадлежала Китаю и СССР это это было сотрудничество с одной стороны индустриальной страны с другой аграрной с одной стороны между ними в то время существовали очень большие различия в том числе в идеологическом плане но тем не менее наши страны смогли преодолеть эти различия и установить отношения сотрудничества в это время как раз в Китае существовало ввиду различных факторов наши страны в конце 20-х годов разорвали дип отношения перед лицом японской агрессии эти отношения снова начали выравниваться и пришли к восстановлению и надо сказать что война агрессивные действия Японии они подтолкнули обе страны к дальнейшему развитию отношений подписанию договора о взаимном ненападении в октябре того же года 37-го года первая партия советских самолетов прибыла в Китай как раз в это время Китай понес огромные потери в воздушных боях с японцами но у Китая не было денег на то чтобы закупать такое большое количество военносных движений поэтому с марта 38-го года по июнь 39-го года были подписаны три договора о предоставлении кредитов Китаю и общая сумма этих кредитов составила 250 миллионов американских долларов они были потрачены на закупку военное оборудование и боеприпасов больше двух тысяч командиров и военных летчиков из Советского Союза прибыли в Китай и более двухсот человек погибли на китайской земле и эта помощь сыграла огромную роль для того чтобы Китай смог противостоять Японии и не позволил японцам продвинуться еще дальше вглубь страны вступление в войну Советского Союза на последнем этапе оно ускорило разгром Квантунской армии и капитуляции Японии с другой стороны Китай тоже оказал свою помощь Советскому Союзу потому что Япония тоже давно уже зарилась на Советский Союз устраивала провокации на границе в том числе в районе Халкинголы и Сопки Зазерной и если бы Япония начала военные действия на Дальнем Востоке то Советский Союз оказался бы зажатым в клещи но фашистская Германия не дождалась соответствующего ответа со стороны Японии потому что японцы завязли на территории Китая и кроме этого была получена информация от китайской стороны о том что Япония не собирается нападать Советский Союз и поэтому Советский Союз смог спокойно перебросить значительные силы на Западный фронт Несмотря на сопротивление западных сторон Советский Союз и Китай установили сотруднические отношения в том числе при разработке устава ООН Уставе ООН четко сказано что целенно являются принципы установления добрососедских отношений сотрудничества на равноправной основе принципы национальной независимости это все ускорило процесс национального освобождения после Второй мировой войны За последние 75 лет во всем мире произошли колоссальные изменения но в целом основные принципы послевоенные принципы смогли сохранить себя и не произошло следующей очередной мировой войны таким образом можно сказать что это сыграло важную роль для поддержания мира в течение 75 на протяжении 75 лет но к несчастью в последнее время мы видим новое обострение международных отношений и противоречий и мы видим что Соединенные Штаты все дальше уходят по пути унии латерализма нарушает минимальные права международные основы международного права и из этих действий Соединенных Штатов мир вступил в самую полосу самой большой турбулентности последние 75 лет нам необходим единственный путь для того чтобы восстановить нормальное развитие международной обстановки это международное отношение это международное сотрудничество я думаю здесь очень важную роль играет отношение между Россией и Китаем спасибо спасибо господин Иван за ваше выступление глубокая тема военного сотрудничества Китая и Советского Союза и Второй мировой войны крайне крайне интересна и важна и наверное дальше ей заниматься я передаю слово для следующего выступления Южнану Чапетрову директору Института Российской Истории Российской Академии Наук члену Президиума Российского Исторического Общества пожалуйста Юрий Семенович спасибо Николай за речь уважаемый профессор Джалусян уважаемые коллеги я хотел бы свое краткое выступление тоже посвятить теме близкой к нашему военному сотрудничеству сотрудничества Советского Союза и Китайской и Китая впоследствии Китайской Народной Республики и хотел бы начать с того чтобы напомнить цифры которые сегодня уже звучали Китай и Советский Союз оказались самыми пострадавшими в отношении жертв понесенных в этой войне 35 миллионов китайцев 27 миллионов советских граждан в общей сложности это больше половины всех жертв из той цифры 100 миллионов которая сегодня называлась больше половины жертв той второй мировой самой кровопролитной войны в истории человечества и сегодня мне приятно вспоминать как пять лет назад в 2015 году в этот же день 1 сентября мы были в Пекине в составе делегации Российского исторического общества принимали участие в нашей совместной научной конференции были приглашены на военный парад и все это произвело на нас сильное впечатление Китай сегодня это уже не тот прежний Китай семиадцатилетной давности это мощная мировая держава и мне особенно приятно подчеркнуть что наши глобальные общие позиции в отношении второй мировой войны или мировой антифашистской войны как называют ее китайские коллеги наши общие позиции совпадают и одна из этих основных позиций это признание очень важной роли Советского Союза в качестве сначала военного помощника Китая в борьбе с Японией а затем непосредственно участника военных действий мне хотелось бы еще подчеркнуть что мы высоко ценим память упавших советских войнах которые сохраняют наши китайские коллеги при очень важном содействии нашего посольства российского посольства Китайской Народной Республики мне приходилось бывать в городе Льюшун это прежний порт Артур там находится кладбище и фахшев в русской и фольской войне и жертв 45 года маньчжурской операции и это кладбище находится в прекрасном состоянии видна забота о нем и повторяю это для нашего сотрудничества сохранение такой памяти исторической это очень важный вопрос я хотел бы сказать что китайская историография всегда полагает что Китай вступил в мировую войну раньше других стран не в 39 когда война началась в Европе а еще раньше по крайней мере в 37 году когда начались активные боевые действия против Японии Японии которая оккупировала северо-восток Китая Маньчжурию и создала там марионерочный режим Маньчжоу Гу Советский Союз вплоть до начала Великой Отечественной войны в 41 году особенно активно с 39 года оказывала военную и военно-техническую помощь Китаю в войне с Японией сегодня упоминались наши самолеты и наши летчики я должен сказать что более тысячи истребителей и боббардировщиков было поставлено Советским Союзом в Китае и более тысячи пилотов сопровождали эти самолеты эти пилоты были инструкторами которые обучали китайских летчиков но и сами принимали самое активное участие в боевых действиях более двухсот советских пилотов погибло в этих воздушных боях с японскими агрессорми помимо этого Советский Союз оказывал очень существенную поставку техникой военной техникой я приведу только один пример в частности 1339 года в городе Урумчи это провинция Синьзя есть построенные специалистами Советского Союза самолеты сборочный завод из советских деталей здесь собирали самолеты поступавшие в армию Кита конечно же после начала Великой Отечественной войны когда Советский Союз оказался в крайне тяжелом положении и вынужден был считаться с тех что Япония строила планы вторжения на Дальнем Востоке на советскую территорию эта помощь конечно не могла быть столь же велика но тем не менее она продолжала поступать и особо надо подчеркнуть что боевые действия Китая сковывали японское и в какой-то мере они помогли предотвратить официальное активное выступление Японии против СССР на Дальнем Востоке уже в 1941 году когда ситуация на советско-германском фронте была критическая в 1945 году когда 9 августа Советский Союз вступил в войну с Японией основной была маньчжурская наступательная операция о которой сегодня уже рекомендалась я должен здесь добавить что начали освобождать территорию Маньчжурии советские войска совместно с войсками Монголии а затем по договоренностям по договоренности СССР к ним присоединились вступившие на эту территорию отряды народно-осводительной армии Китая это взаимодействие Красной армии с подразделениями народно-осводительной армии с отрядами этой народно-осводительной армии было налажено с 11 августа и совместно совместными усилиями с китайскими товарищами по оружию было освобождено до 150 крупных городов Маньчжурии в последние дни перед капитуляцией армии Маньчжоу состоявшейся 19 августа действовали наши советские войска в особенно тесной кооперации с китайскими товарищами основные военные задачи в Маньчжурии решала конечно Красная армия как более мощная но Китай был весьма значительным а после освобождения территории от японцев на Леодольском полуострове здесь китайские товарищи организовывали на этой территории свои органы власти таким образом советские войска фактически передавали освобожденную территорию в Вене народно-соединение армии Китая и помощь СССР китайскому населению освобожденной Маньчжурии в августе-сентябре 45-го года была также очень велика речь идет и о питании местного населения организации медицинской помощи и так далее к мая 46-го войска Красной армии ушли из освобожденной Маньчжурии в основном помогая героносводительной армии Китая восстанавливая здесь нормальную жизнь войска Комендана которые в это время опирались уже на военно-техническую помощь США тоже стремились занять эти освобожденные Советским Союзом территории Маньчжурии но советские войска советская руководство передавало эти территории именно в распоряжение народно-соединение армии Китая таким образом в том числе и не пустило советское командование комендант в порт Артур важный порт на побережье и таким образом командование Красной Армии передавало армии Китая народно-соединение армии и трофейное японское оружие захваченное поярку здесь оставались советские военные советники в армии китайских туристической партии первые годы после второй мировой войны в результате народно-освоительная армия Китая превратилась с помощью советских товарищей по-руже в хорошо вооруженную армию которая в последующие годы справилась с армией Китая и освободила почти практически весь Китай и обеспечив победу китайской революции и победу китайской народной республики эту память о нашем боевом прошлом память о действиях наших народов наших стран мы постоянно сохраняем и это является одним из таких мостов которые соединяют нас с нашими китайскими товарищами с которыми у нас я должен подчеркнуть очень хорошие отношения из Китайской Академии Общественных Наук и с рядом университетов Китая таких как Пекинский университет или Зелинский университет в городе Ченчуни мы с ними постоянно находимся в контакте без заключения я бы хотел сказать что 28 сентября этого года Институт Российской Истории Российское Историческое Общество проводит большую международную научную конференцию посвященную окончанию Второй Второй войны я своего имени от имени моих коллег сердечно приглашаю наших китайских коллег участие в этой конференции которая в условиях непрекращающегося вот этого вирусного бедствия она будет проводиться в удаленной форме и таким образом все желающие могут и следить за выступлением на конференции и по Зуму принимать участие еще раз приглашаю всех желающих и соответствующая информация есть на сайте Института Российской Истории Благодарю вас Спасибо Большое спасибо господин Петров 5 лет тому назад я помню вы участвовали в наших мероприятиях посвященных тоже 70-летию окончания антияпонской войны и тогда я вместе с моими коллегами в том году мы побывали в Хабаровске на Дальнем Востоке России тоже участвовали в совместной конференции и я побывала также в некоторых памятных местах связанных со Второй мировой войной с нашими нашими отрядами антияпонскими которые потом оказались на территории Советского Союза я думаю что нам необходимо усилить сотрудничество с нашими российскими коллегами из Института Российской Истории А дальше я хочу передать слово директору Института России Восточной Европы и Центральной Азии господину Сунь Джон Джи уважаемый господин Макаров господин господин Гаосян дорогие коллеги добрый день я очень рад что могу участвовать в такой важной видеоконференции и я хочу поверить на тему о том что история нам служит зеркалом и дает нам силы импульс для развития дальнейших партнерских отношений с Россией в 2020 году мы отмечаем 75 лет победы в Великой Отечественной войне в Антияпонской войне за эти 75 лет прошли колоссальные изменения и мы многие люди поняли что необходимо отказаться от менталитета холодной войны чтобы выйти из кризиса отношения стратегического партнерства в новую эпоху между нашими странами они получили новый смысл они стали многоуровневыми многоформатными получили мощное плюс к развитию мы стремимся установить новые концепции международного партнерства во-первых мы развиваем добрососедские отношения мы действительно имеем возможность и стали настоящими партнерами и близкими друзьями после Второй мировой войны у нас была уже такая возможность для всех стран мира установить отношения стратегического общества была создана ООН но холодная война остановила этот процесс отношения между нашими странами тоже сначала которые переживали медовый месяц потом вступили в 20-летие конфронтации в 90-м году мы после восстановления дипотношений пережили несколько этапов развития наших отношений партнерства и дружбы и от конструктивного партнерства перешли к стратегическому партнерству постепенно мы все больше развивали наше двустороннее сотрудничество и с начала 2000-го года снова поднялись на новые три ступени мы назвали новый этап а теперь мы говорим о новой эпохе в отношении стратегического партнерства мы пережили наши отношения немало невзгод испытаний но стали образцом для отношений между двумя большими странами которые играют незаменимую роль в развитии международных отношений во всем мире мы наши лидеры совместно заявляют о том что стоят за сохранение стабильности и мира во всем мире за расширение пространства стратегического партнерства они высоко оценивают уровень развития наших отношений уровень нашего взаимодоверия в 2020 году когда началась стала расширяться пандемия менее чем за два месяца лидеры наших стран три раза провели телевонные разговоры передавая друг другу поддержку и заверение взаимной помощи в дружбе наших народов мы развиваем деловое сотрудничество на реальной почве это очень важная составляющая которая обладает такой прочной общественной базы мы непрерывно обновляем наши формы сотрудничества ищем новые формы цепочки хорошо идет развитие отношений в нефтегазовой сфере Китай участвует в программе освоения газовых месторождений в Заполярье идет развитие отношений в авиакосмической сфере в области цифровой экономики других высоких экономик и других высоких технологий в 2020 году несмотря на пандемию мы хотя мы надеемся на новый всплеск подъем отношений в том числе в форме больших проектов гуманитарное сотрудничество набирает обороты и у нас все больше увеличивается число учащихся едущих в Россию в 2020 в 2021 году мы провели годы и на 2020 годы научно-этических инноваций это указывает на подъем на новую ступень наших взаимообменов Китай давно уже последние годы является крупнейшим торговым партнером России в первом квартале этого года несмотря на пандемию мы отметили прирост на 3,4 процента нашей торговли мы отмечаем 20-летие договора о дружбе и добрососедстве между Китаем и Россией который установил важнейшую тональность для последующего развития их отношений идет состыковка крупных проектов Китая и России сейчас можно сказать что история снова стоит на новом перепути и разразившаяся пандемия коронавируса добавила множество факторов неопределенности отношения между нашими странами непрерывно поднимаются развиваются потому что мы проявляем уважение друг к другу в наших основных государственных интересах и знаем как нам договариваться как адаптироваться друг к другу мы в том числе работаем в таком формате как ШОС это теперь самая крупная региональная организация на нашем евросийском континенте в международном пространстве мы решаем совместно проблемы горячих точек и также согласуем наши позиции по важнейшим геополитическим направлениям в последние годы заметно когда США непрерывно нарушают международное право и суверенитет других стран Китай и Россия стали важной силой защиты национального суверенитета и международного права мы стараемся создать нормальную международную атмосферу и в 2013 году представитель Синьпин выступил с инициативой один пояс один путь далее президент Путин выступил с инициативой Евразес и на повестку дня стал вопрос сопряжения этих двух важных проектов мы работаем и в этом направлении избегая возникновения различных конфликтов и недопонимания и каких-то искусственных помех мы сейчас налицо имеется американский фактор который все больше проявляет себя как наследство холодной войны как такие диктаторские замашки Соединенных Штатов и если шаг будет дальше по этому пути здесь возникнут еще больше проблем международной ситуации а параллельно с этим все важнее станет отношение между нашими странами неопределенно господин Сунь Джуан Джи за ваш интересный глубокий обзор современного состояния отношений между Китайской Народной Республикой и Россией мы целиком наш взгляд на их состояние целиком совпадает с вашим видением и я думаю что мы вместе сможем преодолеть те факторы неопределенности о которых вы говорили я представляю слово Константину Ильичу Могилевскому председателю управления российского исторического общества исполнительному директору фонда истории отечества пожалуйста спасибо уважаемый Николай Андреевич уважаемый товарищ Галтсян уважаемые коллеги я хотел бы присоединиться в первую очередь к тем оценкам которые сегодня звучали оценкам нашего сотрудничества нашего диалога очень хорошо что он развивается что мы находим возможность проводить такого рода встречи даже несмотря на даже то что несмотря а скорее благодаря такой особенной обстановке и уверен конечно что у нас есть все возможности для того чтобы продолжить такую практику в дальнейшем академик Макаров в основном выступлении говорил о том что сейчас время для накопления знаний о Второй мировой войне для их для формирования на их основе больших баз данных для их анализа в дальнейшем и здесь конечно большая перспектива у разного рода цифровых интернет проектов и я хотел бы в связи с этим в дополнение к тому о чем говорил Николай Андреевич сказать о том что на портале Российского исторического общества и Фонда Истории Отечества реализуется такой проект электронной библиотеки исторических документов что это такое у нас на протяжении многих десятилетий издаются исторические документы готовятся к публикации они выходили выходят в печатном виде они доступны в библиотеках но в наш век проникновения интернета всеобщего проникновения конечно у многих молодых людей которые начинают профессионально заниматься историей интересуются историческими вопросами может сложиться впечатление что все есть в интернете между тем это не так в интернете есть многое но не все и таким образом вот эти сборники документов они теряются они уходят иногда из поля зрения молодых людей которые начинают заниматься историей и вот электронный библиотек исторический документ как раз ликвидирует этот пробел в ней представлены отсканированные распознанные документы которые издавались раньше на сегодняшний день в ней уже порядка 150 тысяч документов и по ним возможен контекстный поиск это очень важно и вот по географическому указателю Китай на сегодняшний день более полутора тысяч документов в частности вот так оцифрованный доступен всем сборник документов российско-китайские отношения в 20 веке и я хотел бы остановиться вот на несколько очень интересных документов которые опубликованы там и ранее были опубликованы в соответствующем сборнике и кажется заслуживают на них такого вот нового взгляда использования нашей просветительской работе вот например статья Хмао Цзэдуна перевод на русский язык 22-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 28 сентября 1939 года коммунистическая партия Китая в антияпонской войне единственный интерес Советского Союза и всего человечества вот я напомню что речь как раз идет о том что Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении после чего нацистская Германия напала на Польшу и началась Вторая мировая война в Европе вот Мао Цзэдун пишет некоторые утверждают что Советский Союз заинтересован в том что вспыхнула мировая война что он не стремится к сохранению мира в вашем мире что возникновение нынешней войны способствовало именно то что СССР вместо соглашения взаимной помощи с Англией и Францией заключил договор о ненападении с Германией я считаю такое мнение неправильным ибо на протяжении всего долгого истекшего периода внешняя политика Советского Союза оставалась последовательной политикой мира в которой интерес Советского Союза сочетается с интересами огромного большинства человечества на протяжении с тех же периода Советский Союз был заинтересован в пресечении всякой агрессии фашистских государств в пресечении действий так называемых демократических стран направленных на провоцирование войны был заинтересован в том чтобы насколько возможно оттянуть начало мировой империалистической войны и добиться сохранения мира во всем мире дальше когда Япония напала на Китай Англия США и Франция стали проводить такую же политику невмешательства Советский Союз не только заключил с Китаем договор о ненападении но и стал активно помогать Китаю в борьбе против японских захватчиков когда Англия и Франция принесли в жертву австрий-чехословакия тем самым способствующим гиферовской агрессии Советский Союз всячески разоблачал запулистную сторону мюнхенской политики и обратился к Англии и Франции предложением пресечь дальнейшее расширение агрессии общеизвестно что в нынешней международной обстановке отвергнуть Советский Союз значит отвергнуть мир Англия США и Франция рассчитывали толкнуть Германию на войну с Советским Союзом а сами хотели следить с горы за борьбой тигров пусть здесь Советский Союз и Германия истощат друг друга в конец а тогда мы выступим на сцену и наведем порядок благозвучие ради это именовалось невмешательством в действительности же это означало следить с горы за борьбой тигров Советский Союз заключил с Германией договор о ненападении лишь тогда когда Чимберлен и Деладье отвергли предложение СССР и решили развязать империалистическую войну этим людям пора очнуться вот мне кажется вполне актуальные оценки видения Мао-Джи-Дону в ситуации современной ему а вот например тоже размещенное на этом же портале на этом же ресурсе заявление Центрального комитета Компартии Китая здесь 4-й годовщиной войны против агрессора 7 июля 41-го года а Советский Союз только начал противостоять германской агрессии это самые тяжелые недели самые тяжелые месяцы вот в этом заявлении говорится это антифашистская война Советского Союза имеет абсолютно такой же характер как и наша антияпонская война наши войны являются справедливыми войнами идущимися защитой независимости защиту свободы для отпора агрессии со стороны немецкого фашизма точно так же как и со стороны японского фашизма напавшего на Китай война является агрессивной проработительской несправедливой ввиду этого Китай Советский Союз всецело находятся в одну сторону фронта они теперь связаны общими успехами и неудачами сообща делят радости горя китайский народ знает хорошо знает что если Гитлер добьется успехом в Советском Союзе то Китай окажется предлицом серьезной опасности поэтому война которую ведет советский народ имеет цель не только защиту Советского Союза но и защиту Китая победа или поражение Советского Союза это поражение победа или поражение Китая это победа или поражение дел демократии и свободы зависимости от освобождения гуманного управления историю науки и процветания всех наций мне кажется конечно что внимательное изучение тех документов которые уже были опубликованы в том числе достаточно давно находится в распоряжении наших специалистов их изучение с позиции сегодняшнего дня их использование в нашей деятельности по историческому просвещению конечно очень важно и незаменимо потому что подлинное историческое знание конечно где все согласны с вами основывается на исторических источниках на документах на этом ресурсе можно найти целый ряд документов касающихся внутренней политики Китая это директивы центрального комитета КПК относительно борьбы против капитуляции раскола за выход из современного кризиса это ноябрь 40-го года это секретная директива ЦК КПК партийным организациям о борьбе против опасности капитуляции гаминьдана это тоже ноябрь 40-го года и так далее на этом же ресурсе размещено обращение к народу главы советского государства Иосифа Сталина оно было опубликовано в правде в газете правда 3 ноября 45-го года рядом с этой статьей на передовице был размещен указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 3-го сентября праздником победы над Японией я позволю себе буквально несколько цитат из обращения Сталина к народу сегодня 2-го сентября статья была опубликована 3-го сентября написана 2-го сегодня 2-го сентября государственные военные представители Японии подписали акт безоговорочной капитуляции это означает что наступил конец Второй мировой войны теперь мы можем сказать что условия необходимые на мир во всем мире уже завоеваны следует отметить дальше Тихон Сталин что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим союзникам Китаю Соединенным Штатам Америки Великобритании они нанесли серьезнейший ущерб также и нашей стране поэтому у нас есть свой особый счет Японии дальше дальше Сталин перечисляет конфликты столкновения начиная с русско-японской войны с 1904-1905 годов которые происходили у России у Советского Союза с Японии и вот резюмирует он этот день настал Япония призналась подтвержденной подписала безоговорочной капитуляции в концовке этой статьи этого обращения соотечественникам славы вооруженным силам Советского Союза Соединенным Штатам Америки Китая и Великобритании одержавшим победу над Японией я считаю что конечно внимательное отношение к такого рода историческим источникам использования их исторических исследований понимание той ситуации в которой находились государственные деятели тогда понимание тех обстоятельств исходя из которых они принимали решения позволит нам конечно лучше понимать нашу историю и делать из нее выводы спасибо большое уважаемые коллеги я еще раз благодарю всех организаторов нашей сегодняшней встречи организация нашей сегодняшней встречи взяла на себя китайская сторона спасибо вам большое уважаемые коллеги господин большое спасибо господин могилевский за ваше интересное выступление вы упомянули о том что здесь о тех ресурсах цифровых ресурсов это как раз тот вопрос который очень интересует нас китайских историков и мы как раз тоже сейчас думаем над тем как нам так сказать цифровизировать наши архивные исторические материалы связанные с антияпонской войной со второй войной у нас как раз институт современной истории сейчас тоже последние годы работают созданием платформы с этими ресурсами и вот сейчас выступит замдиректора института господин Диэлин они как раз в этом году выпустили труды связанные с военной историей антияпонской войны я как раз рассчитываю что вот наш институт современной истории вместе с российским историческим обществом сможет как раз и обсудить проблему обмена вот этими цифровыми ресурсами а сейчас слово господину Дзинилинию уважаемый господин Гаосян уважаемый господин Макаров я хочу выступить на тему о роли коммунистической партии Китая военное время когда началась Вторая мировая война то в Европе которая оказалась во власти немецких фашистов там тоже возникли различные силы сопротивления партизанские отряды которые занимались подрывной информационной работой в тылу врага но все-таки окончательная победа была достигнута в театре военных действиях которые участвовали советская армия а также армия союзников это было в Европе что касается Китая то здесь вооруженные силы КПК они успешно создали можно сказать свой собственный второй фронт в тылу врага и подняли партизанскую войну на стратегическую высоту это небывалый прецедент в истории человечества в истории коммунистического движения будь то парижская коммуна октябрьская революция они проходили в форме захвата власти в восстании через восстание в городах а в восточной Европе создание статистических государств было обязано поддержке мощной поддержке советской армии что касается китая то уже 20-е 30-е годы 30-е годы уже провинции джянси были созданы революционные базы и во время японской войны еще больше революционных баз было создано по всему Китаю во время фактически там в этих революционных базах уже появились зародыши будущей народной власти которые оформились в период КНР этот феномен он фактически отсутствует отсутствовал в восточной Европе когда мы говорим о победе китайской революции часто мы говорим о том что здесь произошло соединение теории марксизма с реалиями Китая китайзация марксизма она осуществилась в Янане и дальше она проходила с помощью как мы говорим окружения города деревнями то есть в форме партизанской войны в начале антияпонской войны было всего 45 тысяч человек составляли вооруженные силы КПК и они полностью перешли реку Хонхэ отправились на восток на фронт борьбы с Японией вооруженные силы антияпонские они там на оккупированных Японии территориях создали свои опорные базы и Гомеданское правительство тоже думало о создании вот таких баз в тылу врага но это ему не удалось а зато удалось коммунистической партии Китая и в этот период было освобождено более 200 городов уездных центров и большое количество населенных территорий в 1338 году Мао Цзэдун опубликовал целый ряд работ посвященных стратегии партизанской войны сопротивлению Японии например еще его большой труд о затяжной войне и заложил тем самым теоретически теоретическую базу действиям вооруженных сил в Европе надо сказать что партизанская война она играла только роль тактической поддержки и не имела стратегического значения особенно их там был целый ряд очень сложных факторов нужно понять сложности было не сложно но преодолеть как преодолеть их как добиться того чтобы партизанские силы продолжали на протяжении долгого времени существовать и развиваться в тылу врага для этого конечно нужны опорные базы без опорных баз партизанская война была бы невозможно если партизанская война имела только военный смысл и не включал в себя политический экономический смысл то она не смогла бы получить поддержку широких масс народа и есть не имея прочных опорных баз надежного тыла то партизанская война тоже не смогла продолжаться на протяжении долгого времени именно поэтому гомедамовское правительство не смогло добиться успеха в этом направлении и японцы потом обнаружили что они просчитались в отношении китайской коммунистической партии потому что коммунистическая партия развивала свою не только в военном отношении развивалась в целом врага но и в политическом экономическом отношении и здесь проявили эти вооруженные силы проявили мужество героизм стойкость в борьбе с врагом умение преодолеть самые сложные ситуации что привело к победе в национально-освободительной войне поэтому можно сказать что именно эти вооруженные силы были именно опорной силой сопротивления японской агрессии и еще я хочу сказать что взаимодействие Китая и России во время Второй мировой войны привело нас к победе поэтому мы должны помнить историю и таким образом более уверенно идти в будущее и вот сейчас только что прозвучало выступление господина Могилевского и я очень надеюсь что историки наших обеих стран углубят свое сотрудничество будут делиться историко-архивными материалами и внесут свой вклад в дело сохранения мира и сохранения международного порядка во всем мире спасибо спасибо господин Синь Лень за ваш интересный рассказ в организации партизанских отрядов в России не очень хорошо узнают подробности организации военных действий в войне между Китаем и Японией эти подробности нам очень интересны во всяком случае мы хотим чтобы они были более известны в нашей стране я передаю слово Сергею Михайловичу Шахраю председателю ученого совета и первого проректору совместного университета Московский государственный университет Кинский политехнический институт в Шэнь Джани члену президента российского исторического общества депутат Уважаемые коллеги для меня большая честь выступить на нашем телемосте на такой представительной конференции и я сначала хотел сказать скажем так об инфраструктурных вопросах для организации наших дальнейших исторических исследований все выступающие отметили что в последние годы активизировалось взаимодействие историков России и Китая этому способствует и подписанное соглашение между нашими историческими обществами и работа институтов Академии общественных наук Китая и Российской Академии общественных наук хочу отметить что впервые в истории взаимодействия российских и китайских историков переведен на китайский язык большой труд об истории судебной реформы в России вообще-то беспрецедентное явление в Китае открылся и уже почти четыре года работает уникальный университет НГУ ППИ в Шенчжине у нас с вами появилась возможность серьезно активизировать совместные исторические исследования на платформе этого университета в связи с этим я предлагаю рассмотреть вопрос о создании международного центра передовых исторических исследований одним из основных направлений работы центра должны на мой взгляд стать использование цифровых технологий в исторической науке и образовании об этом сегодня много говорили в частности академик Макаров председатель правления российского исторического общества наши китайские коллеги ситуация с коронавирусом на мой взгляд наглядно показала чрезвычайную важность этого направления речь идет о виртуальных музеях компьютерных реконструкциях исторических событий об обработке больших массивов данных верификации исторических документов и фактов по тематике работы этого центра можно было начать с такого совместного проекта как история создания развития особых экономических зон Китайской Народной Республики Российской Федерации в эти дни отмечается 40-летие создания первой особой экономической зоны в Китае вопрос о создании такого центра детально прорабатывался на российской площадке более того хочу вас проинформировать что в российском историческом обществе создана специальная комиссия по использованию цифровых технологий в исторической науке и образовании центр может быть создан как я уже сказал на платформе совместного университета то есть у нас здесь в Китае есть российско-китайский университет который готов предоставить нашим историкам в работе этого совместного центра инфраструктуру условия общежития и наши исторические исследования могут получить вот такое материальное воплощение и материальное основу для совместной работы тем не менее в заключении я хотел несколько слов сказать и по обсуждавшимся здесь проблемам и сформулировать может один или полтора тезиса собственно когда говорят об истории всегда говорят о датах если с датой окончания второй мировой войны в принципе горячих споров нет я бы назвал так что это второе третье сентября и когда коронавирус помешал 9 мая провести парад победы на красной площади рассматривался вопрос о том чтобы сделать это в дату окончания второй мировой войны но конечно более органичным оказался выбор даты именно парада победы в 1945 году что касается даты начала второй мировой войны то я в общем-то изо всех учебников по которым учился всегда называл и считал это 1 сентября 1939 года начало агрессии гитлерской Германии против Польши но сегодня мне представляется гораздо более обоснованная позиция китайских историков которые говорят что вообще-то днем начало ну не днем днями начало второй мировой войны гораздо более обоснованно считает 1937 год начало активной агрессии Японии против Китая значение освободительной войны китайского народа против Японии значение совместной борьбы против фашизма Китая и СССР настолько велико что такой подход от счет начала второй мировой войны 1937 года мне кажется вполне обоснованным хотя пока это моя личная точка зрения которая конечно подлежит рассмотрению ну и второй как я сказал полутезис он здесь звучал и он наверное касается не столько науки сколько исторического образования современная молодежь очень прагматична я бы в наш исторический ну такой дискурс историческое образование более подробно вел бы тему войны на два фронта ось Берлин Рим Токио создавалась для того чтобы Япония вступила в войну против СССР и СССР не выдержал войны на два фронта политика руководства СССР состояла в том чтобы не допустить войны на два фронта этим диктовались наши действия на озере Хасан на Халкинголе этим диктовалась в значительной мере наша поддержка Китаю и в принципе соревнования двух подходов соревнования двух точек зрения двух исторических линий на войну на два фронта с цифрами и фактами может гораздо более наглядно подсветить события этих лет и показать насколько обоснованно действовало руководство наших стран на этом я хотел бы закончить спасибо за внимание и всех приглашаю в совместный университет в Шенчжине для совместных исторических исследований и создания Международного Центра Передовых Исторических Исследований Спасибо Большое спасибо господин Шанхрай Вы рассказали о применении новейших технологий Исследований в исторических исследованиях о усилении воспитания молодежи и это полностью совпадает с моими точками зрения Я думаю что сейчас нам необходимо прибегать к помощи современных технологий иначе наши исследования отстанут от времени а мы просто обязаны вот этот правильный адекватное воззрение на историю адекватные факты передать следующему поколению Сейчас слово передается главному научному сотруднику института Дорогие участники эксперты уважаемый господин Макаров я очень рад что еще раз имею возможность выступить в формате такой вот конференции я хочу поговорить о том что антияпонская война она она принадлежит Китаю принадлежит всему миру все время Мао Цзэдун уже указал на всемирное значение антияпонской войны он сказал что она это событие не только для Китая не только для Востока но и для всего мира так что это мировая война на все еще мировой характер мы боремся не только за независимость своей страны но и за мир во всем мире это значение она будет иметь не только для нашей страны но и для всего человечества Великая антияпонская война она принадлежит Китаю и принадлежит всему миру прежде всего я хочу сказать что агрессивные действия Японии тоже носили мировой характер инцидент 18 сентября 31 года это как раз послужил началом заложил базу для будущего театра военных действий в Азии после окончания первой мировой это впервые страна то есть Япония использовала вооруженные силы крупномасштабные для разрешения отношений с другой страной антияпонская вина тоже носит мировой характер потому что сопротивление китайского народа вызвало внимание и уважение народов всех стран мира об этом говорил в свое время и Фрэнсис Рузвельт и о том что китайский народ поднялся на борьбу с агрессорами и завоевал уважение американцев и всех свободолюбивых народов мира другой известный американский историк писал о том что антияпонская война в Китае в течение 15 лет она связала по рукам и ногам около 2 миллионов вооруженных солдат Японии и это огромная заслуга Китая в победе во Второй мировой войне таким образом это образом антияпонская война является важной составляющей в мировой войне против фашизма и сопротивление китайского народа все те годы воодушевляло народ других стран на борьбу с фашизмом затем поражение Японии и победа китайского народа тоже имеет всемирное значение история доказала что Япония не в состоянии поглотить Китай разбить Китай и поражение милитаризма японского это была историческая неизбежность здесь не только китайский народ но и советский народ и другие народы создали единый фронт в борьбе с фашизмом и победа это результат единой борьбы народов стран мира и таким образом антияпонская война является неразрывной частью борьбы с фашизмом во всем мире и японцы совершили тоже целый ряд античеловеческих преступлений они нацелились не только на какую-то страну они нацелились на единство всех стран мира на международном трибунале китайская сторона также раскрыла все преступления Японии против мира и против человечества исследования антияпонской войны в Китае они также говорят о том что антияпонская война является составной частью второй мировой войны является не только частью истории Китая но и частью всемирной Японии мы должны заворачивать совместные исследования а не закрываться в своем собственном кругу в то время пять лет назад представитель Си Дин Пин выступил с важной речью с установками на оценку значения антияпонской войны и за это время мы за эти пять лет наша историческая наука уже отметила целым рядом достижений мы использовали очень многие материалы и только свои но и зарубежные и наши публикации они находятся в открытом доступе мы широко используем различные фонды издательские гранты и издаем свои исследования которые открыты для всех коллег мира последние пять лет наши историографы при поддержке государства установили целый ряд контактов широкий круг обменов с другими коллегами из других стран мира мы проводим различные мероприятия как в своей стране так и за рубежом и все это тоже приводит к увеличению наших достижений за эти годы у нас выросло новое поколение молодых историков они внимание к антипунской войне вызванные такой знаковой статьей Си Дин Пина оно тоже привлекло к этой теме и многих молодых историков которые уже обладают широким международным кругозором и движутся в сторону еще большей открытости мы смотрим на эту проблему память память о нашем единой борьбе с другими народами мира она поможет развитию всего мира в сторону более мирной обстановки в сторону создания сообщества единой судьбы человечества спасибо господин Гао Шихуа сейчас я приглашаю из главного сотрудника Ирвеца Люсян Джуна Уважаемый Гао Сян профессор Уважаемый представитель Макаров В целом моего доклада сегодня является военно-соордумничество Китая и СССР является важнейшей гарантией финальной победы в антифашистской войне геополитические причины говорят нам о вакте сотрудничества за эти десятилетия отношений между нашими странами перетерпели нелегкий путь прошли в 24 году было подписано соглашение о нормализации отношений но дальше на Кинске правительство приняло антикоммунистическую антисоветскую политику в 29 году произошел инцидент КВЖД что прорвало наши дипломатические отношения и только в 32 году в декабре наши страны нормализовали дипломатические связи и в августе 1937 года был подписан договор о ненападении Советского Союза Китая и после закида фактически был изолирован и в 41 году до 41 года Китай получал помощь от Советского Союза и после начала немецкой антифашистской войны США заняли место первой страны которая оказала помощь Китаю вместо Советского Союза Но об отношениях наших стран и Чанкайши и Сталин поняли важных статистических отношений между странами между Советским Союзом и Китаем и в 1938 году Сунька с делегацией прибыл в Москву и проведен один раз шестичасовой переговор Сталин четко указал что Китай сражается не только за себя но и за Советский Союз и финальная цель Японии это оккупировать Байкал и всю Сибирь поэтому он четко дал указание что Советский Союз будет дальше предоставить военной помощи Китаю это касается военного оборудования оказается оружия и так далее и Чан Кайши также понял важность данного вопроса и уже в 39 году он написал письмо Сталину где было сообщено сейчас непростые времена наступают в Европе и морское сообщение из Китая может быть прервано поэтому наша наземная транспортная линия является чрезвычайно важной следующий я хотел бы концу вопрос советской армии которая начала военные действия на северо-востоке Китая это роль Советского Союза многие сейчас некоторые историки считают что более важная роль это две атомные бомбы США которые сброшены на Японию это конечно очень субъективное мнение на самом деле важнейшим моментом переломным моментом настал в антияпонской войне это решение это объявление войны Советского Союза против Японии и после аннулирования пакта нейтралитета Советского Союза и Японии это как раз тот момент после того когда была сброшена атомная бомба на Японию на самом деле японское правительство восприняло это просто как очередную бомбежку на очередной город Японии и они еще не были не рассматривали фактически вопрос о капитулировании и здесь они пытались с помощью переговоров прикрыть военные действия и и они были готовы уже удовлетворить требования Ялтинского совещания удовлетворить интересы Советского Союза но на самом деле объявление войны Японии только стал переломным моментом и рухнула их надежда 9 августа премьер Судзуки Контаро сказал что вступление в войну Советской Армии оставил нас без надежд предложить войну уже невозможно и 10 августа уже было направлено письмо о прошении мира фактически именно действия Советской Армии на Дальнем Востоке ускорили акселлировали капитуляцию Японии и даже японские и американские эксперты также согласны с этим мнением потому что Квантонская Армия которую мы знаем на самом деле относительно автономная и после того как была объявлена капитуляция в Японии Квантонская Армия не хотела прекращать военные действия и Советская Армия провела ряд ожесточайших боев 8 дней это 9 августа по 17 августа этим самым заставили сдаться Квантонской Армии и к 24 августа за 15 дней было убито 83 737 человек японской армии но на самом деле советские бойцы мы знаем цифры есть цифра 15 тысяч но мы знаем на самом деле это 34 900 человек фактически около 40 человек 40 бойцов советская погибала ежедневно это очень большая цифра и именно благодаря сотрудничеству Китая с СССР во время антияпонской войны китайский народ смог рваться через самое темное самое тяжелое время с СССР также создали новые условия для окончания войны и фактически победа произошла над фашизмом благодаря сотрудничеству между США Англией Советским Союзом и Китаем здесь без любой стороны не было бы победы поэтому сотрудничество Китая СССР в антифашистской войне это является важнейшей гарантией победы но здесь еще есть отрицательный пример то есть что мы должны избегать нанесения урона интересам другой стороны во имя своих личных интересов мы же празднуем 70-летие и мы знаем были некрасивые так скажем действия и до Второй мировой войны и во время Второй мировой войны например Мунхенский заговор и тайные соглашения Ялтинское и здесь фактически нанесен очень тяжелый урон добрым чувствам многим странам и многим народам а также Ялтинский тайный договор фактически нанес сильный урон чувствам китайского народа и до сих пор это отрицательное влияние существует и в наши дни это наверное урок который мы должны были бы извлечь Спасибо господину Люсян Джуну Сейчас мы отводим некоторое время для вопросов и ответов Кто хочет задать вопрос прошу поднять руку пожалуйста если нет желающий задать вопрос тогда я хочу от имени китайской страны подвести итоги сегодняшней телемоста в этом году мы уже провели в таком же формате видеоконференцию посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне там очень хорошо прошло обсуждение и тогда было высказано пожелание чтобы может быть лично встретиться в Пекине к годовщине победы в Великой Отечественной войне но опять же нам помешал коронавирус и мы проводим эту конференцию в форме телемоста но я очень надеюсь что через несколько месяцев может в следующем году может в Москве или в Пекине мы все-таки сможем уже оффлайн поговорить друг с другом у нас прозвучали здесь очень интересные выступления во-первых здесь говорилось о том что о вкладе победу российского и китайского народа которую которым нельзя забывать и этот вклад выдержал испытания временем здесь Великой Отечественной войны была важнейшим событием на Верпейском театре военных действий и китайский народ тоже внес свой огромный вклад в исторический вклад в победу над фашизмом эти утверждения прозвучали с обеих сторон мы говорили о том что народы стран мира должны помнить об этом мы должны ценить исторические факты и прокладывать путь в светлое будущее укреплять нашу уверенность в поддержании мира во всем мире отношение стратегического партнерства между Китаем и Россией это важная база для создания сообщества единой судьбы человечества здесь наши ученые говорили о том что сотрудничество во время войны это тоже был большой вклад в победу и мы мы выступаем против поворота назад против односторонности мы защищаем мир и справедливость мировом масштабе в настоящее время как раз мир во всем мире стоит перед очень серьезным испытанием особенно когда Соединенные Штаты серьезно нарушают международный порядок и поставили человечество на краю очень опасные пропасти Китай и Россия это очень важные страны в мировом масштабе мы должны подвести итоги исторические обеспечить развитие здоровое развитие международных отношений обе стороны также подтвердили что имеется широкие перспективы для сотрудничества между учеными наших стран которые намерены внести свой вклад создать научную платформу для обменов делиться своими достижениями и историческими материалами так что мы здесь наша конференция способствовала расширению взаимопонимания нашей совместной научной базы благодаря видеоконференции мы еще лучше поняли значение и узнали точку зрения друг друга на Великую Отечественную войну и на Антияпонскую войну это событие говорит о том что наше сотрудничество поднялось на новую ступень я надеюсь что в дальнейшем мы будем углублять его и сделаем свой вклад в развитие исторической науки в сохранение мира во всем мире и сейчас от имени Академии исторических исследований Китая хочу поблагодарить наших российских коллег поблагодарить посольство обеих стран за оказанную нам поддержку за всех участников видеоконференции за представителей прессы которые здесь присутствовали я надеюсь что у нас будет еще больше возможностей для научного обмена а теперь передаю слово господину Макарову для подведения итогов пожалуйста прошу вас спасибо господин гаосян прежде всего я хотел бы поблагодарить организатор конференции вас господин гаосян и китайских коллег за сложную работу по организации конференции за замечательные доклады за замечательные выступления мне кажется что это был очень интересный телемост очень полезный очень продуктивный очень важный для того чтобы мы лучше познакомились друг с другом и смогли понять что наша позиция наше видение многих моментов ключевых моментов истории второй мировой войны ее значение в мировой истории наши видения совпадают у нас очень близкие взглядывающие близкие акценки во многих позициях конечно Россия и Китай представляют две очень сильные национальные исторические школы и существование сильных национальных исторических школ до некоторой степени они самодостаточны как бы большие коллективы историков стоят за нашими институтами и нам не всегда легко перейти те барьеры которые всегда существуют но мне кажется что мы сделали очень сильный шаг вперед для сближения наших национальных школ для налаживания настоящего научного диалога вторая мировая война и для Китая и для России это важнейшая составляющая нашей национальной памяти из важнейших моментов нашей истории которые консолидируют наши народы памятник о котором консолидируют наши народы это нас безусловно сближает это события которые дают силу дают источник для преодоления новых вызовов для преодоления новых проблем которые встают перед нашими народами и память о этих событиях конечно это большой источник энергии большой источник новых сил и это тоже нас конечно сближает но для историков конечно события второй мировой войны это и бесконечное поле новых исследований и сохранение исторической памяти это и всегда и новое изучение прошлого потому что каждое новое поколение задает новые вопросы о прошлом мы должны давать новые ответы используя новые источники и мне кажется что в этом мы тоже едины это не только использование цифровых технологий которые конечно очень важны но и открытие новых тем в прошлом в истории второй мировой войны в истории военных действий на востоке и на западе и эти темы открываются и мы дальше будем в этом управлении вместе работать Сергей Евгеньевич Нарышкин наметил новые темы для телемосток мне кажется что мы все согласны с тем что эти телемосты следует продолжить это очень интересная форма общения конечно было бы интереснее встретиться офлайн но есть ли темы которые могут обсуждаться в том формате который мы сейчас нашли некоторые из них были уже предложены Сергею Евгеньевичу наверное этот круг может быть и расширен но я думаю что два наших телемосток которые проведены заложили прекрасную основу для развития нашего сотрудничества в будущем и сказали что у китайских историков глубокое знание глубокий интерес к истории России к истории Советского Союза и у наших российских коллег плохое знание китайской истории в том числе и сочинение нового загона цитаты из которых проводил Константин Гелест большое спасибо всем участникам еще раз и большое спасибо нашим китайским коллегам за прекрасную организацию этого интереснейшего мероприятия Благодарю вас Николай Андреевич за столь высокую оценку я уже жду нашей новой встречи и надеюсь что наша совместная работа обретет новую глубину и желаю нашим в дальнейшем сотрудничеству 7 футов подкили благодарю вас еще раз дорогие российские гости до новых встреч